Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Я сегодня в городе, в Кургане, возле Троицкой площади. Сегодня здесь ярмарка. Специально приехала, хоть поснимаю видео. Думаю, надо немножечко что-то разобразить. Это одно и то же, как бы тоже, как бы, чтобы моим подписчикам, гостям канала было интересно смотреть. Вот мы с вами находим вот памятник погибших сотрудников. Дальше вот тут уже идёт ярмарка. Картошка, морковка, видимо, всё там подобное. Кто продаёт со своего огорода или фермера. Молочка, наверное, всё. Ну, такое всё. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, конечно, тут... Что тут там будет? Молочная. Да, видите, сколько народу. Каждому хочется домашнее, чем в магазинах покупать, правильно? Так, сейчас, секундочку. Народу не нужно. Можно на секундочку посмотреть? Посмотрю, пожалуйста, спасибо. Сало попробуем. Вот цветовое домашнее. Молочко... Так, дальше. Дальше. Всё правильно. Всё правильно. Какого? Солёного? Сало, как уже на 550. Ого, вкусно тут пахнет. У вас вкусно пахнет. Так, грибочки всякие маринованные. Икра грибная. Всякая вот. Гусь 2000. Утка 1200. Утка тут 1500. Брынза. Брынза. Брынза 200 рублей. Чеченька. 350. 250. Ребята, удачной вам торговли. Колбаса домашняя, да, у вас? Это вот... А, угу. В покупке курганская. Тут тоже. Мясо говядина, выше сорт. Много что тут есть. Смотрю, что... Ребята, поверьте, такой аппетит, такой запах, что аж хочется напасть на всю кушку. Очень вкусно пахнет. Молочка. Так, масло, молоко, сливки. Все домашнее. Фермера все со своего двора везут. А это что? Это полухать. Это мясо вяленое, да, или какое-то? Копченое. А, копченое, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Тут тоже. А вот это? Краковская. 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 Праздник у вас. Тоже домашняя. Малина, грибы, мед. Много что тут есть. Гусь полторы тысячи, гусь тоже полторы тысячи, 750 тысяча. Это мед, да, у вас? Мед, да? Разнотраве, да? Да. Мои подписчики посмотрят, к вам побегут. Я уверена. Будем ждать. Да. Девчонки, удачной вам торговли. Спасибо. Про поле 150 уже помню. Мед. Мед цены 350, 250, 200. Это сладкие подарочки, да. Какую вы купите, с удовольствием будете чай пить. Вкусняшкой. Верга 500 рублей, 600 рублей. Прополис. Много что тут нет. Все свое. Это фермер. Своего двора. Только один день, сегодняшний день, да, только? Если взять, то у вас созвонится, то где у вас. Масло домашнее. Масло есть. Да. Масло есть. Йогурт в настырске. Масло есть. 200? Да. Раз. Мед, масло, капуста квашеная. Ребята, все со своего двора. Вот грибочки. 280, 280, 1900. Как красота, ребята. Поверьте, так пахнет, что мне яичку еще захотелось. Рыба. А можно посмотреть? А как смотреть? Убрать, да, надо? Это карп, да? Ой, извините, я уронила там. Иди отсюда. С икрой по-любому, да? Самки с икрой, самки нет. А когда ловили? Утром привез только. А, только утром привезли? Я закрываю, чтобы не заведать. Ну, не, не, ну, понятно, понятно. Не, закрывайте. Я еще такую большую рыбу не видела. Килограмма два видела судака? Кто-то еще маленький? Ну, да, есть побольше. Картошка, да, каргополь. Рызара, видите, вот, 23 рубля. Морковь 45 рубля. Лук 22 рубля. Морковь 45 рубля. Перец 75 рубля. Помидора 50 рубля. Помидора зеленые 40 рубля, да? Спасибо. А, зеленые у вас тоже вкусные. Кстати, очень вкусные. Да, я у них брала уже. Тыкву 30 рубля. Ну, вы деревянные, наверное, покупали в магазине? Нет, но рыбьи. А тут фермера все своего огорода несут. А большая. Здравствуйте. Я так посмотрю, пока. Цветочные, разнотравие. Мед. 500 рубля. Цветочные есть, разнотравие есть. А с домашкой дать дыню. Дыня, греча, домашняя. Разнотравие. Много чего есть. Это домашний цвет. Качка одна была, а старая, ну, по 24 литра мы его делаем. Спасуем, и все равно мед немножко поражен. А можно, да, попробовать? Да, конечно. Кому я еще, какой не давал. Если кто-то любитель гречки, гречки угощу. Вы пробовали крем? А вы? Давайте я попробую, я не отказываюсь. Я человек такой, знаете, люблю эксперименты проводить на себя. Пожалуйста. Только да. Каким-то продуктом, почему-нибудь. Ммм, вкусно. Если я вам, что надо, я дам. Что значит крем? Спасибо вам. Крем мед, это тот же самый мед, туда ничего не добавлено. Просто когда он начинает садиться, кристаллообразование, вот смотрите. Видите, вот, типа как крупиночки там мелкие. Это кристаллы начинают расти. И мы его берем, срываем кристалл, то есть механическим миксером медленно перемешиваешь, примерно 12 раз через 12 часов. И он получается кристалл очень мелкий-мелкий, что его даже вот... Очень вкусно, правда, попробуйте, не пожалейте. Его даже не чувствуется. Кремовый? Крем мед. Я уже пробовала. Давайте. Это крем мед. Молодой человек, удачной вам торговли. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот, смотрите, какая площадь у нас под Торгуле. Получается ярмарка. Всё домашнее, всё своё. Тут можно пробовать. Я уже, знаете, уже много что тут попробовала. И кушать не надо, да? Так давайте дальше ещё там что есть. Ещё дальше есть. Вот наша это... Забыла. Пилармония. Боробьев горы. Видите, что? Боробьев горы. Боробьев горы. Что ещё? Что ещё вам показать? Сейчас, ребята, я не зря сегодня приехала. Я прям подобрала этот момент, чтобы приехать в город, показать вам, что какой сегодня отмечают. Ну, не отмечают, конечно, нету такого праздника, но, по крайней мере, сегодня ярмарка в этом краю, скажем так. Какой шашлык, какой шашлыками пахнет, как вкусно. Вот тут вот лавочки, тут шашлыки жарят. Сейчас скажу вам цены, даже какие здесь, чтобы вы имели в виду, примерно в нашем городе, какая цена на что их есть. Здравствуйте. Так вот, смотрите, шашлыки, свинина 180 рублей, баранья на 220, курица 160, плов 250. Если денег нет, то можно перевезти на карту. Ой, как вкусно пахнет, а! Вот видите, шашлыки жарят. На углях, да, у вас? Дальше там тоже что-то продают. Тоже готовятся шашлыки жарить. Варенье, тыква, арбуз. Так, сейчас дам дальше тоже еще ярмарка. У меня прям сегодня такое чувство, как будто я праздную что-то. Которое именно касается меня. Нет, потом тоже. Лиза! Лиза! Лиза, маму, догоняй! Так, мы с вами еще в гостях у брендских музыкантов. Ребята, это, наверное, 3 или 4 года, как они здесь есть. Вот, смотрите, красавец. Главный герой с музыкой, с песней. Вот ослик с гитарой. Так, здесь кошка с петухом, а петух с гитарой. Это кошка с барабан. Ой. Кошка с гитарой, петух с барабан. А вот ослик. Красавчик вот он. Вот. Вот везде фотосессии устраивают при желании, детей фотографируют. Так вот, наша цивота, это филармония. Но это не лицо здания. Сейчас мы с вами все посмотрим. О, матрешка. Кстати, сегодня к вечеру тут будет концерт. Но, к сожалению, меня здесь не будет. Я через час домой уже уеду. Через часик я уже домой поеду. За час я вам тоже многое что вам покажу и показала. Ну, смотрите, Матрена. Красотка. Все фотосессии устраивают. Здесь фотографируются. Еще бы нет. Такая красавица. Ну, полный рост, видите. Теперь здесь посмотрим с вами, что тут. А тут, наверное, все домашнее. Я тоже рад. А зайти-то можно, да? Да, конечно. Можно даже сфотографироваться? Афотографироваться вкладно? Нет, это вкладка. Вот, классно здесь как. Это как бы в русском народе, в то время, да? В народное время, да? Что как бы. Но в ютубе посмотрите Зина Гасанова. Вот наша филармония. Вот вход. Здесь проводятся концерты. Приезжающие, уезжающие артисты, скажем так. Это у вас зефир, да? Это да. А можно попробовать, да? Да, можно. Вот. Это зефир, вот. Это ручка. Классно, спасибо. У нас раньше такое было. Это еще с тех времен, да? Как бы, вот детство, да? Да. У нас папа нам всегда такое делал. У вас тут ободки, да? По-моему, по-моему. Кокошники и по-моему, да? Угу. Сейчас, секундочку, посмотрим. Тут просто все укрыли, накрыли. Серги по 100 рублей. Это, нож 100 рублей. Кольца по 400 рублей. Кольца, вот они, кольца. Кольца, аудрения, распродажа по 400. Все покрытие серебром. Все покрытие, да? Серебром, да? Все, все, все. А брошетики, почему у вас? Да, брошетики на взрослых от 300. Ага. И вот это из Родракши. Такой вот 500 рублей. Это Родракши. Это чуть подорога. Детские браслеты от 2 рублей. 9, это где-то 800. Ну, какая красота. У вас комплекты, да, идут тут? Сережки там, ну, это самое. Да. Класс. Можно отдельно. Это получается примерно два вида, да? Что как бы менять, да? Например, какие-то... Нет, на выбор лучшее нужно купить. А, что примерно либо так, либо эту, да? Либо такие, либо такие, какие больше нравятся. Удачной вам торговли. Спасибо. Это мягкие игрушки. Вы сами, да, наверное, делали мягкие игрушки, да? Да, конечно. Это все домашнее, ручное, да, как бы? Да, все вручное. Угу. А не сложно с ними, нет? Не сложно вязать? Да. Ну, как не сложно. Все сложно, если вязать. Можно вас снять? Ну, показать. А вот расскажите что-нибудь про них. Как это вам делается? Как вы это все делаете? Ключком. Крючком и пряжем. Угу. Ну, это что рассказать? Вы давно вязать-то умеете, да? Ну, вязать умею больше сорока лет. А игрушки вяжу буквально. А вот знаете, я тоже вот вяжу, вязать-то умею, а вот ключком никак не научусь. Меня охота... По рукам били, все равно не могу. Просто нужно взять и... Да? Спасибо, Маха, хорошо. Даша, на вам торговлю. Спасибо. Да, тут ободки, заколки, всякие красотки. Смотрите, все цвета радуги здесь. Парижа. Это вы сами делали, да? А чем их делают, а? Это ватная игрушка и клей-крахмал. Это раньше как делали, да? Раньше, так же технология, так же раньше. Ну, у нас их было много, папа нам такие, вообще мы запасливы были ими. А сейчас уже... Спутники, я веду кружок, а ради тебя ватная игрушка. Понятно, спасибо, удачной вам работы, чтобы продали все. Спасибо. Здравствуйте. Это у вас сережки тут красивые такие? У меня и сережки, и сережки, и колье, и ватвески, все что угодно. Это вы сами, да, опять же делали, да? Это все ручное, все своими руками. Все своими руками, все в одном экземпляре. Посмотреть в торопороде... Да, действительно, да и правда, я с вами согласна. Красота. Здесь сделаны из запекаемой полимерной глины. Цвет при эксплуатации не поменяют. Угу. И вот если даже вы заморали ее, нужно помыть, продолжите дальше. И дальше носить, она не будет смываться при том, что как она... Нет, здесь красок нет. Тут красок... Глина. Глина. Не знаю, это глина. Вот видите, матушка, глина, тут все настоящее. Знаете, продавца или товар? Я и то, и другое, чтобы человек же рекламирует, правильно, чтобы народ знал, о чем идет речь. Ютубе посмотрите Зина Гасанова, у меня там много подписчиков. Хорошо. Я вам рекламу сделаю. Ага. А у вас же тоже куклы вязаные, да? Да, да. Нет, текстильные у меня. Текстильные, да? Ну, одежда, вот видите, все снимается, вот. Ага. Все снимается, там еще колготки у нее. Ну, понятно, сейчас холодно. Да. Да. Все, батилочки. А где-то подгузника-то нету? Подгузника нету? Подгузника нету. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А у вас что? Скребок для массажа лица. А это у вас все есть, да? У меня все, как говорится, есть. Да. Игрушки, и музыкальные инструменты, и... Да, женщины. Что желаете, да, скажите? Да, все, что желаете. Все есть. Удачи вам, удачной торговли. Вам всего самого. Да. А у вас тоже своими руками это все, потому что сегодня такой день, что все рекламируют свое. Да. А, вот еще и сумочки, да? А, жилетка. Сумочки. Удачи вам, чтобы продали все. У меня с удовлетом. У меня с удовлетом. У меня детка, чтобы продали все. Удивайся. Ну, можно на... Если ее одевать. Гулять пошли. Зеленый, деревянный. Зеленый, деревянный. Зеленый, деревянный. Зеленый. Ой, ребята, смотрите. Настоящий вот эксклюзив, скажем так. Такое точно в магазине не купишь. Это тут все ручная работа. Народ старается для того, чтобы все сделать красиво, чтобы покупателю понравилось. Здравствуйте. Какая у вас красота. У вас руки золотые, вы знаете? Да, правда, у вас руки золотые. Молодцы. Такое точно в магазине не купишь и не найдешь. У нее была прошлая версия, но все продали. Удачной вам работы. Мы уже этих героев не знаем. А вот котик, зайчик, я сам у меня сучка знакомая. Ну все. И что, мои дорогие подписчики, гости нашего канала. Зауральский торговый дом. Это у нас возле ЦУМа. Эта дорога ведет в Кетово. Вот церковь наша новопостроенная. Вот здесь у нас филармония. О, кстати, я же здесь еще не была. Здесь видите, как типа корону сделали, как одевать на голову, например, руссконародная. Вот Троицкая площадь, 14 октября. В 11 часов до 3 часов получается у нас сегодня. Видите, вот объявление тут, я вам читаю. Ярмарка нашей сельскохозяйственной торговли. Мастер-класс и прочее. Праздник Покрова. Концертная программа. Но концерт, конечно, будет у меня уже во время концерта здесь не будет. Вот я домой уеду скоро уже. Такая вот история. Ну все, на этом, наверное, за финалем, дорогие подписчики и гости канала. Если что, спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо вам, что вы цените то, что я делаю. Просматривайте, ставите лайки. Это я ценю. Я буду стараться получать свой канал, чтобы вам было интересно, на что посмотреть. Мой канал не только связан с хозяйством. У меня еще и много что есть. Много что есть, будет и останется. Так что вот. Ну все, всем пока.